МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ведомстве уточнили, что несмотря на то, что общие показатели снизились, валовый сбор все равно окажется выше среднего за последние 10 лет. Как говорят эксперты, в этом году выросли цены на зерно. Или точнее, они восстановились после рекордного урожая прошлого года, когда собрали больше 130 миллионов тонн. Тем не менее, вслед за ценами на пшеницу, естественно, подорожает и мука. Раз дорожает сырье, то растет и цена конечного продукта. Но ненамного. В себестоимости хлеба мука – это примерно треть. Вчера заявление о росте цен на хлеб вызвали ажиотаж. Возбудился, кстати, и фас. Чиновников предложили наказывать за дорогой хлеб. Правда, не за сам рост цены, а всего лишь за заявление о нем. Об этом сообщила начальник управления контроля агропромышленного комплекса Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко. По ее словам, ведомство будет выносить предупреждение тем чиновникам, которые прогнозируют возможный взлет ценников в магазинах. О том, что отечественный рынок ждет роста цен на хлеб, в частности, заявили исполнительный директор Руссо-Протосоюзы и вице-президент Российского зернового союза. О подорожании продукта сообщали также в российской гильдии пекарей и кондитеров. В студии у нас Людмила Евгеньевна Галяева, заместитель заведующего кафедры экономического анализа и статистики и финансов Кубанского государственного университета. Здравствуйте, спасибо огромное, что пришли. Мы с вами не чиновники, мы можем говорить, не опасаясь фаз. Как вам кажется, 1,4% о которых говорит Минсельхоз или 10% о которых говорит Роспроцсоюз или Зерновой союз? Я думаю, что надо ориентироваться на 10%, потому что это цифры от производителей. То есть это та динамика цен, которую мы ожидаем в будущем. Почему? Потому что сейчас очень грустные события в экономике, вот следствие определенного влияния санкций, мы видим, как меняется курс валюты. Зерно – это стратегический продукт, это тот продукт, который, конечно, производитель хочет продать интереснее, дороже. Естественно, часть этого продукта реализуется за иностранную валюту. Изменилась цена на валюту, изменилась цена на товар, в частности, зерно. Поэтому, конечно же, верить нужно производителям. И здесь быть спокойным и понимать, что достаточно сильного роста, конечно же, не будет, потому что мы с вами находимся в рыночной экономике, и есть огромное предложение разных видов хлеба, разных производителей. И, конечно же, будут искать варианты оптимизации этого влияния, то есть нивелировать, снижать это влияние стоимости, получается, муки, которая составляет, как вы сказали, 30% в готовом продукте. Может быть, вот эта цифра 10% – это, знаете, такой вот пугающий, чтобы нам не удалось, то есть хорошо, что не повысили на 10%, так скажем. Но Минсельхоз тоже эти 1,5% как-то высчитывает? Минсельхоз – это чиновники, это государственные органы власти, которые должны реализовать свою политику экономическую. Конечно же, им хочется ориентироваться на более низкие показатели. Но нужно все-таки прислушиваться к производителям, то есть людям, которые как раз-таки и стоят около этого момента реализации товара. Поэтому, может быть, чиновники хотят немножечко нас успокоить, но, мне кажется, хочешь лучшего – готовься к худшему. Предупрежден – значит вооружен. И здесь надо быть просто определенным прагматиком, то есть корректировать свои расходы и понимать, что государство все равно оставит определенные социальные нормы, определенные социальные цены, потому что мы с вами знаем, что цена на готовую продукцию, она не всегда определяется только себестоимостью. То есть есть еще государственные программы, субсидии, помощь и производителям, и того же хлеба. То есть должен быть, как вы говорили, социальный кирпичик. Да, и социальный кирпичик вполне возможно, что он останется по своей цене 26 рублей, кажется. Совершенно верно. А если подорожают, то какие-то хлебобулочные изделия, которые уже ориентированы на платежеспособное население. Совершенно верно. И здесь вот как раз-таки вступит закон спроса и предложение. То есть я не думаю, что все люди готовы будут перейти на более дорогой хлеб. То есть скорее всего опять, вот как по результатам 2014 года, если помните, спрос у нас в течение 15, 16, 17 года сдвигался в другие ниши, в другие товары. То есть мы с люксовых товаров, с более дорогих товаров перешли на более дешевые. Вот здесь возможен такой же небольшой сдвиг. Ну а те люди, которые покупают хлеб у Германа Стерликова, им все равно, если он даже на 10, на 20% подорожает. Вы сказали, курс валют отчасти скажется, возможно, на росте цены. Что еще? Кроме того, мы понимаем, что со следующего года, в 2019 году, изменится НДС. Естественно, что товаропроизводители, то есть производители сельхозпродукции, они живут с определенной цикличностью. То есть сейчас для них очень интересный период, когда они собирают урожай, его продают. Это происходит один раз в год в нашей стране. Естественно, что этих денег, которые они сейчас заработают, им должно хватить в будущем на посевную кампанию, на подготовку, на обработку сельхозпродукции. То есть до следующего цикла. И если они понимают, что будет изменение цены, уже анонсированное на вот эти составляющие их труда, то есть себестоимость уже в следующем году будет несколько увеличена. Естественно, их желания... Закладываются уже сейчас. Да, они закладывают. Ну и кроме того, мы видим еще некий посыл от экономического сектора. Если вы следите за рынками, есть хорошая новость для вкладчиков. Повышаются процентные ставки по вкладам. С одной стороны, это хорошо. То есть нам, тем людям, которые владеют свободными денежными ресурсами, им бы лучше разместить под более высокую процентную ставку. Но мы понимаем, что процентная ставка, она оказывает влияние на стоимость кредитов в экономике, стоимость денег в экономике и для потребительского, и для производительного использования. Поэтому в этом свете мы наблюдаем, что, скорее всего, и ключевая ставка не снизится. Прогнозируется даже ее повышение. Прогнозируется до, где-то на четверть пункта. Это влияние уже глобальной экономики. Мировые. Но все туда же, все в цену могли. То есть мы видим, да, что есть звоночки не только из сектора производителей сельхозпродукции, но и из финансового сектора тоже. То есть мы видим, что некий рост есть. Давайте мы о звоночках с вами чуть позже поговорим. С нами на связи сейчас Москва. Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Роспродсоюза Дмитрий Владимирович Востриков. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Вы говорили о 10% вчера Минсельхоз, 1,4%. Как вы оцениваете те данные, которые они приводят? Ну, вы знаете, мы не говорили 10%, мы говорили до 10%, оценивая, собственно, все категории. То есть не только хлеб, но все хлебобулочные изделия, и макаронные изделия в том числе. Потому что сейчас динамика цен, она повышающая. Мировые объемы производства и потребления, они складывают для наших аграриев довольно-таки положительную конъюнктуру, для того, чтобы они могли заработать на своей сельхозпродукции. И, соответственно, этот рынок у нас через экспортные ворота привязывает внутренний рынок к ценам. Потому что понятно, что здесь есть возможность либо продать более дорого на экспорт, либо продать за те же деньги на внутреннем рынке. И внутренний рынок здесь всегда подстраивается. Соответственно, хлебобулочные комбинаты, макаронные, они вынуждены, закупив по более дорогой цене сырье, транслировать это на полку покупателям. То есть для покупателей это плохо, для аграриев хорошо. Но аграриев год складывается... Ну, не каждый год складывается таким образом, что они действительно могут заработать. То есть они один год выходят там в нули, один год терпят убытки. И складывается иногда так мировая конъюнктура, что у них есть урожай, и продать они его могут по справедливой цене, как они любят это называть. Сейчас, в принципе, год такой. Но накопилось у хлебобулочных изделий действительно потребность поднимать цену. И здесь это такая средняя температура по больнице, которую мы, собственно, оцениваем где-то в разрезе до 10%. Дмитрий Владимирович, а цена за сырье? Почему-то все говорят, но не называют конкретно. В этом году сколько стоит? Ну, сейчас третий класс 12 рублей за килограмм. Или 12 тысяч за тонну, как это принято у аграриев. А в прошлом году было? В прошлом году 8. 8. Если мы берем ровно год назад. У меня к вам еще один вопрос. Как вам угрозы ФАС, что могут штрафовать тех людей, которые говорят о резком подорожании цен на хлеб? Ну, вы знаете, можно открыть, собственно, Росстат и посмотреть динамику цен. Это же не закрытая информация. У нас, к сожалению, дефляционных процессов не было, потому что передо мной говорили как раз о банках и процентных ставках. Мы все живем в экономике судного процента. И поэтому дефляции у нас не происходит. У нас, к сожалению, только инфляционные процессы идут. И дай бог, чтобы покупательная способность населения успевала за этими темпами инфляции. То есть ФАС нужно смириться с тем, что есть у нас. Дмитрий Владимирович? Ну, это агрективная ситуация. Регулятор, конечно, может вмешаться. Самое гуманное, наверное, было бы дать дополнительное предложение зерна на рынок. Вот, и два, раз, государственных там фондов. Но насколько хватит этих запасов, честно говоря, сомнительно. А если говорить об каком-то ограничении экспорта, то мы должны понимать, что мы нанесем удар, собственно, по бюджету аграриев. И кроме того, мы производим больше зерна, если даже брать пшеницу и брать продовольственную. По оценкам аналитиков мы соберем где-то 50 миллионов тонн, плюс-минус там 2 миллиона. А внутреннее потребление у нас 20 миллионов тонн. И если мы не вовремя запечатаем рынок, то, собственно, мы обрушим цены. Будет все дешевле, но аграрии придется после этого помогать, потому что недополучат, собственно, выручку. Дмитрий Владимирович, спасибо, спасибо, что вышли с нами на связь. О звоночках, о которых вы уже начали говорить. Цена на хлеб, да, это было своего рода и остается таким мерило. Вот эти 26 рублей на этот социальный кирпичик. Если сейчас подорожает хлеб, то у людей тоже это будет каким-то своеобразным звоночком. Насколько он объективен? Это не объективный звоночек, это влияние ситуации на рынок. То есть мы понимаем, что это однократное влияние один раз в год. И то, что действительно цены на хлеб не повышались очень долгое время, вот как раз таки компенсированный вот этот результат, он сейчас, мы его прочувствуем. Просто мне кажется, что людям надо объяснять, почему это происходит. То есть это не начало другой цепочки инфляционных процессов, а это итог определенных процессов, которые уже происходили в отрасли. Чтобы не было вот этой паники. Потому что на самом деле цена на товар, это уже результат того, что случилось ранее, а не источник будущих проблем. Тем не менее, паника уже не вызывает подорожание колбасы, правильно? А вот подорожание хлеба... Вы уже правильно сказали, это социальный продукт, вот мерила, да, какая-то отправная точка, которая очень легко сравнить то, что было сейчас, то, что было год назад, два года назад. Есть некий универсальный продукт, цену на который и сравнивают, и вот такой индекс выводят, индекс цен. А вообще есть информация у нас, вот покупают ли этот социальный кирпичик? Потому что вот, я не знаю, может вы где-то сталкиваетесь, потому что вот на своей практике, сколько я обращаю внимания, но редко когда в магазинах покупают вот именно вот этот вот кирпичик, покупают либо, не знаю, либо батоны, либо какие-то булки, но может я не в те магазины хожу? Ну, дело в том, что мы с вами находимся, наверное, в нише среднего класса, а сейчас мы должны проявить большую заботу о тех людях, которые находятся в зоне именно социальным трудным положением. Это пенсионеры, это люди с низким уровнем дохода, у них действительно нет возможности покупать дорогой хлеб. И здесь государство должно принять меры для того, чтобы обеспечить вот этим социальным слоям населения, а их у нас достаточно много, этих людей, потому что если вы посмотрите данные и органов статистики, и социальной помощи, все больше и больше людей обращаются за этим, то есть этих людей нельзя оставить без внимания, и государственная задача как раз-таки либо субсидировать эту цену, да, вот каким-то образом... А сейчас разве не субсидируют, не кирпичик социальный, его же сдерживают в любом случае? Ну, продолжат, я думаю, что будет правильно продолжить эту тенденцию, ну и вот как говорил эксперт, государство также покупает зерно, и вот за счет этого фонда, да, зернового, он тоже может как раз-таки проводить эту политику в дальнейшем, и это очень важно, это социальная задача. Ну и государство еще мониторит цены, в принципе, тоже на хлеб, вот, собственно, о том, как мониторит цены на хлеб, нам рассказал Максим Аркадьевич Туча, заместитель начальника отдела цен и тарифов на транспорте и платные услуги региональной энергетической комиссии департамента цены и тарифов Краснодарского края. Региональная энергетическая комиссия департамента цены и тарифов ежемесячно проводит мониторинг цен на хлеб формовой и пшеничной муки первого сорта. Мониторинг осуществляется специалистами администрации муниципальных образований Краснодарского края на местах и ежемесячно направляется в региональную энергетическую комиссию департамента цены и тарифов на Ростовку. По официальным данным Росстата, который проводит мониторинг цен на хлеб хлебобулочные изделия пшеничной мыки первой из первых сортов. Цена составляет 47 рублей 87 копеек. Рост за прошедший год составил 1%. Людмила Евгеньевна, вы сказали, что рост цены на хлеб это может быть не тот звоночек, на который стоит обращать внимание, если говорить об экономической обстановке. А на какие звоночки стоит обращать внимание? Я уже привела пример того, что меняются ставки на денежном рынке, то есть стоимость привлечения ресурсов. Для вкладчиков хорошо, для тех, кто хотел бы заимствовать, ресурсы на рынке, это не очень хорошо. То есть здесь либо финансисты потянут поясочек и на эти полпроцента умерят свои аппетиты, то есть маржу просто сократят и откажутся от дополнительных каких-то бонусов. Либо же они эти полпроцента возьмут с того, кто хочет взять кредит. Мы знаем, что в последние полгода был диагностирован по экономике рост потребокредитования, рост ипотечного кредитования. Много факторов на самом деле влияет, да, и доступность жилья, и огромное количество того жилья, которое есть, появляется в экономике. И государственные программы, конечно же, здесь немаловажное значение имеют. Но опять-таки мы понимаем, что кредиты берут и производители, да, и не все попадают под какие-то госпрограммы, целевые программы. И здесь, к сожалению, надо быть готовым к тому, что может быть небольшой рост вот этих вот заимствований. То есть к тому, что все-таки больше тех, кто берет кредиты, чем те, кто дает деньги. Здесь в каком-то паритете, конечно же, но опять-таки влияние окажут на тех, кто берет. Я думаю, что и центральный банк... Звоночек называть тревожным или нет? Нет, это нормально. Это нормально, да, потому что действительно очень сильно вырос этот параметр. Люди иногда даже не понимают последствий того, что они делают. То есть вот они берут кредит, и они не понимают, что его надо будет возвращать вот по такому-то графику, да, что им надо посмотреть на свои доходы, сопоставить свои доходы с расходами по обслуживанию кредита. И я думаю, что и Банк России тоже не против бы того, чтобы сократить объем потреб, допустим, кредитования. Но, конечно же, здесь нужно иметь в виду и помнить, что нужно стимулировать кредитование производителей, переработчиков, да, предпринимателей, которые создают именно вот то, что входит потом в то понятие, которое мы называем ВВП, валовый внутренний продукт. Ну, то есть, подводя черту, ничего ужасного не происходит, закономерные процессы, которых не избежать. Совершенно верно. Спасибо огромное. У нас в студии была заместитель заведующего кафедры экономического анализа статистики и финансов Кубанского государственного университета Людмила Геевна Галяева. Спасибо большое, что пришли к нам.